Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня коротенькое видео, наверенное тем, что сейчас очень широко и много в средствах массовой информации, в инстаграм, в контакте, в ютюб, рекламируется тренинг, когда мышечную группу тренируют 2-3 раза за недельный цикл. Хочу сказать сразу, если вы хотите часто тренировать мышечную группу, то вам нужно забыть о недельном цикле. Поверьте, особенно если вы тренируетесь натурально, вы загоните себя в такую жесткую перетренированность, выбраться из которой будет очень и очень сложно. Какие методологические ошибки встречаются у тех, кто рекомендует тренировать мышечные группы часто? И как это делать правильно? Посмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете все эти важные, тонкие и, самое главное, простые нюансы полноценного и, самое главное, результативного, здорового, натурального тренирования. Друзья, когда вам говорят, что тренироваться можно 2-3 раза в неделю, прокачивая одну мышечную группу, совершают самую серьезную ошибку и люди, особенно кто только вступает на шаги тренинга или не так давно идет по этому пути, могут совершить роковую для себя ошибку, впасть в жесткую перетренированность и забросить тренировки в конце концов. Что нам преподносит? Нам преподносится, что если мы будем делать, к примеру, не 7, 8, 9 рабочих подходов на мышечную группу в одну тренировку, а будем делать по 3 рабочих подхода 3 раза в неделю на одну работающую мышечную группу. И говорится о том, что савмирование нагрузки даст в итоге одно и то же, что если вы сделаете это все за один раз. Друзья, это полная чушь. Современные исследования говорят о том, что за одну тренировку рабочих подходов на рабочую мышечную группу должно быть, внимание, 4-5 подходов. Понимаете, даже если вы будете делать 3 рабочих подхода 3 раза в неделю, это все равно будет хуже для прогресса, чем если вы будете тренироваться один раз и делать 5-6 рабочих подходов. Как быть? Во-первых, друзья, если вы хотите тренироваться, повторяю, не ориентируйтесь на недельный цикл. Недельный цикл нас обязывает работа, учеба, нас просто с самых пеленок с детского сада приучал быть рабами, чтобы мы потом, когда вырастем, не возмущались, почему мы только и делаем, что работаем, а на жизнь времени не остается. Поэтому забываем про семидневный цикл. Но даже если вы хотите ориентироваться на семидневный цикл, тогда должны забыть про субботу и воскресенье. Вообще ориентироваться лучше всего на то, что день тренируетесь, день отдыхаете. Либо, если вы супер быстро восстанавливаетесь, 2 дня тренируетесь, день отдыхаете. Но чаще всего на моей практике и лично мне после тяжелых тренировок необходимо было 2 дня, а иногда и 3 дня восстановления, чтобы чувствовать, что я готов к следующей тренировке на разные мышечные группы. Заметьте. Мой совет очень прост, и вы будете действительно получать хороший прогресс и результат. Как совмещать и как тренировать мышечные группы часто? Возьмем, к примеру, те же грудные и широчайшие мышцы спины. Вы можете совмещать их в одну тренировку. Это будет и продуктивно, и по науке это очень хорошо. И так тренировался и Арнольд Шварценеггер, о чем мы уже раз говорили. Я лично часто очень практикую такой метод и делаю следующим образом. На одной тренировке я тяжело тренирую на 8-10 повторений, иногда 12, но обычно 8-10 грудные мышцы, а спину прокачиваю в режиме от 15 до 20 повторений. Отдыхаю я после тяжелого подхода на грудные мышцы где-то 2-3 минуты, затем делаю подходик на спину и восстановление мне требуется меньше, 1-2 минуты достаточно. В итоге мы не отходим от принципов Силуянова, отдыхаем где-то 5 минут между рабочими подходами и укладываемся во все те предпосылки и рекомендации, которые он нам с вами давал. На следующей тренировке где-то через 4-5 дней, на пятый день чаще всего, я вновь тренирую спину и грудные, но уже именно в таком порядке. На спину я делаю тяжелые рабочие подходы на 8-12 повторений, а грудные прокачиваю уже в режиме 15-20 повторений. Вы удивитесь, но это действительно очень хорошо работает, и мы как бы не убиваемся так сильно, и эндокринная система так сильно не убивается, как если на каждой тренировке долбить тяжело и грудные, и спину. И заметьте, что ту мышечную группу, которую мы прокачиваем тяжелую, мы ставим на первое место. Именно такой режим тренинга поможет вам хорошо прогрессировать. Попробуйте его и отпишитесь в комментариях, как вам это понравилось. Поверьте, уже после первых двух таких тренировок вы почувствуете невероятную наполненность, и вас будет тянуть к тренировкам. А я тренируюсь, друзья, уже, вы знаете, больше 30 лет. И до сих пор, благодаря периодизации, благодаря циклированию, я сохраняю желание, мотивацию тренироваться. Тренируйтесь грамотно, тренируйтесь правильно. Перед тем, как переходить на периодизацию, обязательно пройдите мои ступени. Кстати, хорошая новость, мы со Стефаном скоро подготовим для вас курсы на несколько ступеней. Для тех, кто хочет быть инструктором, кто хочет быть персональным тренером. Грамотно и целенаправленно, без вреда для здоровья, с прогрессом, тренироваться и тренировать своих подопечных. А самое главное для инструктора, не навредить. Так что, друзья, следите за обновлениями. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Я делаю для вас абсолютно все бесплатно. Вы это знаете, видите. Поэтому вам поставить лайк, написать комментарий и поделиться роликами в своих соцсетях ничего не стоит. А мне приятно, мне мотивация делать для вас больше видеороликов, давать вам больше полезной информации. Берегите себя. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.